Ты же дашь свои пусечки? Немножечку денежек. Что значит не дашь? В каком смысле мы банкроты? Нет, мой дорогой, это ты банкрот. Тайна старого замка, новая постановка. Готовить ее юные актеры начали еще в прошлом году. Но пандемия несколько скорректировала планы. Сейчас спектакль полностью готов. На сцене декорации, актеры в красивых костюмах, специальный свет. Именно эту постановку они и показали профессионалу. Это такая музыка, свет, декорации. Ребята неплохо работали, в принципе. Единственное, что, конечно, они везде, это если более профессионально так говорить, они везде правильные акценты сыграны, расставлены, может быть, правильно режиссером, но вот сыграны они везде. Как бы шутку я понимаю, но она не звучит так, как бы хотелось. Самое главное, это огонь в глазах и радость, и кайф от того, что они, в принципе, на сцене, и то, что они работают на людей, что-то делают, танцуют, веселятся, смеются, шутят. И вот это вот самое важное. Главную роль в постановке сыграла Кристина Михайлова. В будущем она мечтает стать врачом-ортодонтом, но считает, что увлечение повлияло на ее характер. Раньше мне как-то было страшно подойти к кому-нибудь, что-нибудь спросить, выразить какую-то эмоцию, а сейчас я могу спокойно со всеми разговаривать. Благодаря театру у меня пропал страх перед публикой. И если для Кристины театр – хобби, то для Руслана Ефремова, возможно, будущая профессия. К искусству его приучила бабушка. Она была актрисой. Я всю жизнь жил в деревне. И мы с бабушкой всегда любили смотреть, получается, спектакли по телевизору. И она мне рассказывала про свое детство, свою молодость, как она сама играла. Вот она меня вдохновила. Я хотел стать таким же, похожим на нее. У меня всегда перед выступлением мандраж, волнение. Когда уже вот выходишь, первые две сцены сыграл, все, ты уже привыкаешь к этой атмосфере. Тебе нравится, как реагируют зрители. И ты на своей волне дальше идешь вперед. Андрей Аверин детально разобрал игру школьников. Удалось ли выразить характер сценических героев, правильно ли они подобрали интонации, насколько искренние эмоции. Сказывается у меня немножко ощущение, что вы немного, ну как, в голове не понимаете иногда, что, как бы, я здесь должен делать. Вы будете выполнять четкое, конкретное действие. Как говорил Тостоногов, логика действий рождает чувства. И тогда из себя выжимать ничего не надо. Актеры школьной труппы восприняли рекомендации мастера как сигнал к дальнейшему движению и профессиональному росту. Возможно, мы еще увидим их, но уже на подмостках известных театров. Я видел, как здесь движется посуда, открываются-закрываются двери, но голоса я не слышал. Кстати, что тебе говорит граф? Он требует вернуть какую-то раму. Хм, раму. Очень странно. Может быть, это про ту раму, которая снялась с портрета? А где она сейчас? У меня в мастерской. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.